Святой Иоанн Златоуст Монашество не осовременивается, но имеет целью хранить вековой опыт, независимо от того, древний ли монастырь или совсем новый. Как, например, строящийся по благословению Пресвященнейшего Владыки Лукиана в Ивановском районе Преамурья женский богородничный монастырь села Среднебелое и Свято-Троицкий мужской монастырь села Троицкое. Возводимые на заброшенной территории из полуразвалившихся строений, они уже радуют жителей сел и паломников первым благолепием, в которое оденутся совсем скоро. И будут эти прекрасные обители самобытными, не похожими на монастыри других регионов России. И, конечно же, совсем отличные от первых обителей Киевской Руси. Первые подвижники христианства явились на самой заре православия в Киевской Руси. В 1028 году преподобные Антоний и Феодосий селились в пещеры на Киевском холме. Здесь затеплилась первая монастырская свеча. Сюда потянулись первые подвижники. Преподобный Нестор, пострижник Феодосия, стал первым летописцем монашеского становления в Киевской Печерской обители. И писал. Иные построены златом, иные – серебром, а монастырь Феодосия – его слезами и молитвой. Оставив земное ради небесного, сюда тянулись избранные. Пищей же их были в основном ржаной хлеб и вода. Мощи первых подвижников покоятся в пещерах по сей день. С благословения двух великих старцев Антония и Феодосия, начинанием их и родением выросло древо киевского монашества. И уже более тысячи лет не прерывается цепь монашеского подвига на нашей земле. А православные монастыри во все времена являлись училищем христовой веры, средоточием духовной жизни, праведности и благочестия, восхищая нас самобытностью иконописных школ, храмового зодчества. Немалый подвижниц Христа знает русская земля. После жестокой войны 1812 года вдова погибшего генерала Тучкова основала Спасо-Бородинский вдовий монастырь, где она собрала всех плачущих вдов и сирот, матерей, воинов, погибших на войне. Сама же, по благословению митрополита Филарета, с именем Мария в постриге стала его игуменей. Этим святым путем идут веками православные инокинии, и путь этот лежит через самоотречение, самоотвержение и глубокое смирение. Сегодня женские обители земли российской – хранители общежительных традиций древних женских монастырей, где через усердную молитву стяжается дар милосердной любви. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так случилось, что строительство женской обители в селе Среднебелое только началось, а ее подворье в областном центре уже действовало. Утвержденное в 2012 году преосвященнейшим владыка Лукианом, с храмом в честь мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, оно объединило для молитвы и труда не только монашествующих сестер во главе с игуменей Даниилой, но быстро собрало контингент прихожан, позвало на богослужения и праздники жителей района железнодорожного вокзала. Старшим священником здесь служит отец Андрей Букреев. Стены храма уже хранят исторические моменты – первая литургия, первый иноческий постриг, рукоположение монахини Даниилы Сан-Игумении. Храм святых мучениц обладает великими христианскими святынями, частями мощей многих святых, в том числе мученицы Анастасии Узарешительницы, почитаемым списком чудотворно-тихвинской иконы Божьей Матери XVIII века. 28 июня еще одно событие вошло в летопись монастырского подворья. Здесь совершился первый монашеский постриг. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Архипастер спрашивает подстригаемых инокинь, не по насилию ли и не по принуждению ли пришли они к монашеству? Обещают ли хранить себя в благочестии, чистоте и не покинуть обители до последнего издыхания? В иноческом постриге еще нет таких обетований, как в монашеском, где обещается засвидетельствовать в своем жительстве подражание Христу. Сестра наша, монахиня Любовь, постригает волосы главы своей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Помолимся оба о ней. Господи помилуй. Монахини облачаются в ризы радости, припоясываются монашеским поясом. Ныне они под покрывалом надежды и спасения. Принимают сандалии готовность благовествовать мир. Монашеские четки. Свой монашеский крест, который для них благое иго. И свет, который призваны они нести перед людьми. И стра, о Христе, о Христе, блестите все! Бог Христе, о Христе, блестите все! Речай Господь! Ижелюбит Отца или Матерь Пача, меня не с меня достойно. Я радуюсь этому событию, что на подворье в храме святых мучениц веры, надежды, любови матери к Софии появилось сегодня две новых монахи. Это те матушки, которые много лет были рядом, трудились рядом и так много сделали за такое короткое время для открытия и жизни женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Албазинской. Две вчерашние иногини, Лукия и Сиры, приняли в постриге имена София и Любовь. Постриг мантия – это всегда очень важное, ответственное событие в жизни инока, монаха. Это подчеркивает не просто достоинство образа жизни, но указывает в первую очередь на то, к чему должен стремиться монах. быть действительно на земле небожителем, стремиться к чистоте своего призвания и делать все возможное, чтобы и внутренним миром, и внешним своим образом свидетельствовать о том, что на нашей грешной земле, в нашем обществе есть еще иной путь, который указал нам прежде всего сам Бог. Ведь известно, что Спаситель мира для нас был первым монахом. Он не имел семьи, он не имел жены и детей, целиком предаваясь воле своего Небесного Отца и совершая то предначертанное «В замысле великого Бога в Троице спасение мир» на протяжении уже для нас многих лет. Вы рядом с архиереем делаете великое дело, открываете, обустраиваете новую обидь легче, удобнее там, где не прерывалась традиция, где есть преемственность, где есть крыша над головой, где постоянные молитвы правила и богослужения. И совершенно по-другому, и очень сложно бывает монаху заново строить обидю. И у каждого свой путь, свое послухание, у каждого свой крест. И каждый на своем месте должен делать все возможное, чтобы эта историческая православная русская земля сегодня опять украсилась храмом и монастырями, чтобы наш народ, который во многом, затянут суетой, бытовой стороной жизни, мог опять поднять глаза, увидеть что-то особое, напоминающее о Боге, о вере, о благочестии, о духовной красоте, зажечься сердцем, задуматься о жизни, задуматься о вечности. И в первую очередь этому должны послужить монашествующих, которых не обременяет и не связывает проблемы мира. Сегодня они принимают поздравления от архипастрия, любящих прихожан. Что тебе имя есть, сестры? Отныне у них новые имена. Но они по-прежнему будут нести свое всегда нужное благое послушание. Матушка София – проектировать амурские храмы, монастыри. Матушка Любовь – шить красивые облачения для сестер и священства. И в своем тихом подвиге всегда прославлять своих небесных покровителей, Спасителя, Пресвятую Владычецу Богородицу, угодников Божьих.